Вот вращение продолжается. Конечно, в процессе вращения всё-таки идёт затормаживание. Но вполне понятно, что до момента остановки та энергия постоянного магнитного поля, которое вращается, достаточно зарядить конденсатор на импульс для дополнительного вращения. Для продолжения вращения. То есть здесь налицо сверхъединица. Мы можем внизу расположить катушки. Вот почему я показываю. Я хотел дальше заниматься исследованием этого феномена, явления магнитного. Но вот отдаю вам эту информацию, чтобы мы вместе подумали, каким образом установить катушку. Естественно, если это сделать в замкнутом круглом боксе, таком ящике, контейнере, где воздух будет вращаться параллельно, не будет так тормозить систему. Всё-таки сопротивление довольно большое, аэродинамично. Потому что, когда я раскручиваю сильнее, слышны потоки воздуха. Но я покажу и следующие опыты. Очень интересные. Где магнит? Когда подносишь магнит, система реагирует на это. И совсем не трудно будет организовать дополнительную энергию. Магнит я подношу снизу, и система реагирует. Ну, как вы видите, ну какая тут инерция? Ну нету инерции. Это магнитное поле. Работает. Насколько я понял, Когда вы сами будете это делать, вы почувствуете именно эти силовые линии в руках магнитного поля. Я ещё покажу некоторые опыты. Это как струны, которые скручиваются. Ну вот их слышно. И при определённых условиях нужно их разгружать. То есть, если выставить просто магниты, ну одним полюсом и так далее, То система быстро останавливается, начинает расшатываться, шарики скрипеть, и всё останавливается. Взаимодействие, скажем так, магнитные двигатели нужно делать не из одних магнитов, В взаимодействии магнита с магнитом. Их нужно делать во взаимодействии ферромагнетик, магнит, Магнит. То есть, мы будем управлять, Нужно управлять магнитными, Их можно поджимать, растягивать. Если, скажем, ферромагнетики поглощает, То усиливает действие данного магнитного поля. В данном случае, за счёт токов, Которые возникают на поверхности ферромагнетика. Если бы были шарики, Здесь у меня четыре шарики, Да, четыре. Я делал систему с пяти, С семи шариков. Она более динамичная. Но у меня Сила магнита Очень слабая. Я же повторяю, Это Ему же по тридцать-сорок лет. Но явно система стремится к Поддержанию. Энергия подпитывается магнитным полем. Я так думаю, За счёт перемагничивания Именно шариков. Потому что они играют Решающую роль в этом процессе. Ну и расположение магнитов. Взаимное расположение магнитов. То есть существует много вариантов. В десятке. А может и сотни. Соблюдая этот принцип, Вы легко построите эту систему. Ну без проблем. И поместив внизу катушку, Может плоскую, Может быть, Ну, катушка это такое дело. Это Индивидуальный подход Каждой системе. Катушка, Магнит Экспериментально Подбирается. Кто сомневается, Я ещё покажу другие опыты. Вы легко это сделаете. Катушка, Магнит Катушка,